Мы со снайпером ходили в лес, дабы поймать пернатого гондона-глухаря. Я взял свое любимое ружье, которым я всех бадишотаю в казуале, а Миша взял свой ебаный пулемет. Откуда ты знаешь? Ты про что? Да нет, ничего. Ты просто назвал его ебаным. Так вот, мы собрались и пошли в лес на охоту. Как только мы забрались в самую глушь, нам захотелось жрать, срать, пить, попа и трактор. Но я не взял с собой бутерброды, так что нам пришлось начинать охоту на так называемого глухаря. Ну там дальше, кароче, типа. Я тупо реально выстрелил в пернатого придурка, и он повалился на землю. Я сразу же побежал к нему и начал жрать. Я не про снайпера-снайпера. А мне пришлось доедать одни лишь кишки и селезенку. Все честно, это ведь я его поймал. Ты вонючий лжец и манипулятор. Поешь кало. Эй, бля, базарь осторожнее, а то навлечешь на себя беду. Давай продолжим рассказ, бро. А давай, брательник, щищ, свек, хайп, погнали. Когда мы поужинали птичкой, в нас пробудилась жажда крови. Мы поймали еще несколько глухарей. И да, кстати. Я пулеметчику прострелил задницу своим пенисом. А мне не больно, курица довольна. Че, ты как ребенок малый. После этого мы начали путь обратно. Но ми нихуя не запоминали дорогу, так что пошли в рандомное направление. Спустя три дня бесперерывной ходьбы мы пришли в Усть-Каменогорск. Если кто не понял, снайпер Рофлит, на самом деле мы пришли в Саратов. А выдвигались мы из Владивостока. Но ничего страшного, мы на маршрутке доехали обратно до Смоленска. И все кончилось с добром и счастьем.